Привет, меня зовут Дмитрий, и уже три года я преподаю в Scanning. На самом деле все ученики разные, но я хотел бы выделить одного. Он был эмигрантом из СНГ в Канаду. Когда мы первый раз встретились, на экране моего монитора появилось чёрное пятно. И внутри этого чёрного пятна светилось его лицо. Я спросил, с вами всё в порядке? Может вам нужна помощь? Моргните пару раз, дайте мне знак. Он улыбнулся и сказал, что всё в порядке, он работает дальнобойщиком, и сейчас он находится в кабине своего тягача. Это было вечернее время в Канаде. В дальнейшем я узнал, что уровень его Elementary, и он общается с своими коллегами и с боссом посредством простых слов, знаков и звуков. После этого наши уроки проходили в нескольких местах. Были уроки, которые проходили в кабине его тягача. Он мог параллельно вести и заниматься английским. Или же, когда он ездил в более далёкие поездки, вёл его партнёр, а он параллельно занимался английским языком. Я работаю от 4 до 6 часов в день, обычно с утра до полудня. После этого я трачу своё время на своё любимое хобби. Моим хобби является виноделие. Именно работа на удалённой основе помогла мне, так скажем, больше тратить времени на свои хобби. Я сейчас живу в деревне, но буквально пару лет назад я ещё проживал в городе. После того, как я познакомился со Skyeng, мы решили переехать. Со мной связались менеджеры Skyeng и предложили интервью. Я люблю экстрим и решил согласиться. Сейчас я расскажу, почему это был для меня экстрим. В первую очередь это негативные отзывы. Перед тем, как пройти интервью, я решил узнать побольше о компании Skyeng. Соответственно, я в YouTube вбил отзывы. И на мой поиск вышло очень большое количество негативных отзывов. Но, будучи рисковым человеком, я решил попробовать и всё-таки пройти интервью. Я, честно говоря, никогда не представлял, что через Skyeng можно провести полноценные занятия. И поэтому это стало отправным шагом для меня, чтобы попробовать платформу. После собеседования меня попросили пройти несколько тренингов и семинаров. Но даже после них я не до конца понял, как работает платформа. И поэтому я решил уделить некоторое время ей. В процессе, так скажем, изучения меня не покидал один вопрос. Зачем мне это всё нужно? Но в конечном счёте я разобрался и понял, насколько это удобный инструмент. Помимо того, что у нас есть платформа, у нас ещё есть отличная методическая поддержка. Около года назад у меня была ученица. Она работала в сфере моды. Постоянные разъезды, то Париж, то Милан. И я понял, что ей нужна лексика именно больше по моде. Но я ей не обладал в должной мере. Поэтому я обратился к нашим методистам. Мне выставили несколько отличных примеров планов уроков. Это понравилось и ученице, и я даже немножко стал разбираться в моде. Я буду рад, если мой отзыв был полезен, и я вдохновил вас попробовать Skyeng. Подпишитесь на канал Skyteach. Здесь много интересных материалов для учителей. Ставьте лайк этому видео. И до встречи в команде.